Итак, всем привет, с вами ДПК, продолжаем играть за Пруссию в мод про 1700 год. Вовсю идет война между Францией и Англией, я так понимаю, за испанское наследство. И Англия пригласила нас вступить в Grand Alliance, это великий какой-то союз. Давайте, да, согласимся. Я не очень рассчитываю что-то от этого получить, как я и говорил, да, потому что максимум мне здесь какие-то земли могут дать, но я даже в этом не уверен. Но чисто ради опыта нашей армии вполне себе, почему бы нет. И еще я о чем раздумываю, это о том, что возможно мне стоит сменить вот это вот 10-2-1 на 9-3, возможно, потому что здесь не так много кавалерии, но я еще пока не уверен, пока еще не уверен, в целом потому что это некоторый плюс дает, вот этот вот антитанк, но мы еще над этим подумаем. Точнее вот, вот этот антитанк, да. И призывают нас воины, конечно же, мы принимаем. Мы можем, кроме того, развернуть еще дивизию, но пока что нет. И давайте начнем с нападения в Венгрию. Все восклигают на позиции, еще тихие, потихоньку подкачиваем, поехали. Пора наступать. И да, наша армия, конечно, нам дают снаряжение дополнительное, это круто. Наша армия, конечно, чувствует себя очень хорошо. И знаете, что я только что понял? То у нас необходимо поставить все радио, вот это вот. Той простой причине, что здесь нет уже технологий на плюс скорость пополнения. Следовательно, что? Следовательно, пополняются они очень медленно, ну то есть в пито уходит. Поэтому, я думаю, радио здесь просто смертельно необходимо. Наши дивизии, конечно, на фоне их выглядят очень солидными по атаке своей. Они еще, смотрите, нажимают как-то ласт-энд, я не помню, как на русском уже. Короче говоря, отчаянную оборону, потому что она так и переводится. И начинают терять кучу боеспособности, не так что и сильно замедляя наше продвижение. Поэтому просто продолжаем методично их дальше закапывать. Мы, кстати говоря, не можем расшифровывать наших союзников. Забавно, ну давайте тогда Россию, потом Швецию, может быть. Но сквозь Вингрию мы прорываемся очень-очень уверенно. А вот и прусская дисциплина. Так, давайте вернемся к музыке, да, прусской. Русская дисциплина есть у нас, куча организаций, куча скорости восстановления. Можно пойти сейчас в артиллерию, потом еще в кавалерию, чтобы получить бонус и к этой атаке. Мы сейчас возвращаем австрийцам в Вену. И продолжим после этого методично закатывать уже Венгрию и захватывать венгерские территории. И смотрите-ка, у них все войска оказались сегодня на западе. Следовательно, мы сейчас просто у них пункты снабжения перехватим. И они сделать ничего не смогут. Ну и здесь уже все просто закрасим. Я так понял, гражданская война здесь закончилась. Больше все-таки объединилась, наконец-таки. Смотрите, внешнее влияние их душит просто жесть. Вообще они будто здесь два вместо одного. И из-за этого... Мне кажется, это что-то сломалось. Потому что, мне кажется, это должно быть одним бафом. Видите, может после гражданки что-то сломалось. Ну ладно. В том случае, Швеция чувствует себя очень плохо. Она потеряла еще больше территории, по ощущениям. Но здесь опять же горят просто безумные ее войска. Я не думаю, что они могут производить столько снаряжения. У нас, кстати говоря, конвои нужны, я че вижу. Давайте-ка и будем делать. Вот эти вот псевдопоезда. И вот еще плюс от того, что мы перейдем только к артиллерии. Нам не нужно вот эту чушь делать. Да. Но опять же, без противотанковой у нас маловато будет хард-атаки. Без нее не так-то и приятно играть. Но насколько здесь много кавалерии? Опять же, вот этот вопрос главный. Я вижу две кавалерийские дивизии. Три. Четыре. Я думаю, я думаю, что можно игнорировать кавалерию в этой... В этом моде все-таки. Но слишком ее мало у каких-либо стран. Но вот, я так понимаю, Венгрия сейчас капиталирует. Мы уже в последней провинции ее захватываем. Уже пора, пора. Испания это не то. Вот Венгрия без фракции. Уже, ну, пора. Давайте. Есть. И... У нас есть немножко на нее счета. Я даже на самом деле... Захвачу вот, наверное, вот эту провинцию. И вот эту. Там Австрия что-то хочет себе вернуть. Но нет, Австрия. Все, это теперь мои четыре фабрики. Да. А есть какие-то ресурсы? Ну, давайте добавим. Просто, чтобы было, почему бы нет. Четыре саль. Не думаю, что она нам нужна, но пускай будет. Можем, значит, надо нажать. Наша армия себе показала отлично. Единственное, кавалерия у нас здесь вот не пополненная. И я немножко ее тоже подулучшил. Там было все четыре бригады. Я поставил десять. Стало она поприятнее, но все еще не хватает. И, я думаю, надо сделать нам, пожалуй, вот так вот уже. Да, перейдем все-таки к шаблону полностью противопехотному. Давайте вернемся немножко в Берлин. Сейчас немножко реорганизуемся. Нашу армию восстановим. Нас все-таки куча арсиллерии не хватает. С этим ничего не поделать. Так, а кто вас задеплойл? Я вас не деплойл. Ну ладно. Что уже поделать, так сказать? Давайте вот так вот сделать. Вот почему не стоит раньше времени выставлять этот вот место деплойа. Ну да, нам куча артиллерии нужна, но мы уже можем воевать. Здесь вопрос, куда мы хотим направить наши войска. И... Либо сюда. Здесь в горах мне не хочется воевать. У нас все-таки паф и скорости. Можно попробовать вот здесь повоевать. Либо сюда. Но здесь тоже какие-то непонятные сражения. Поэтому давайте просто... А мы не можем сюда. А вертимберг не с нами, он просто соло. Одинокий волк-убийца, я понял. Давайте тогда на юг Франции. Куда нам еще остается. Кроме как туда. Никуда. Едем мы из Пруссии в Англию. Из Англии, так понимаю, поедем. В другую Англию. И здесь уже через Арагон мы приедем в Южную Францию. И вот наши войска прибывают во Францию. Пускай они займут все свои позиции. Это займет какое-то время. Все еще, видите, не все достигли места их. И затем нужно будет планировать только... А у нас, видимо, куча вот сюда вот командных очков потратилась. И а также в Швецию тоже 50 забирают. Поэтому мы не можем нажать кнопку. Ну ладно. Мы потерпим. Почему? У меня включается одно и то же постоянно. И подход по тему. Ладно, в любом случае... Сейчас начнется наше наступление. Пускай наши готовы, пускай начинают наступление. Причем... Последняя агрессивность. Мы идем на Париж. Отсюда здесь просто даже не хватает. Честно говоря, да. Просто, ну, недостаточно. Давайте займем Париж. И можно будет потом говорить, что именно мы выиграли эту войну. В принципе, это будет достаточно близко к правде. Давайте. Оп-оп. Просто пришли прусские войска. И пронесли всю Францию до Парижа. От Испании. Вот только не забывайте качать в технологии. И вот он, ивент. Победа в... Вониза. Испанское наследство. И теперь у главы альянса будут кнопки. Чтобы решать судьбы каких-то проинций. Давайте посмотрим, что здесь вообще может быть. Судьба Милана. Как я понимаю, вот этих территорий, да? Судьба... Вообще, как бы, торговли... Монополии над торговлей рабами. Забавно. Я не очень уверен, что это. Английские морские базы в Средиземном море. Затем судьба Сицилии. Так, понимаю, Англия возьмет себе Гибралтар, наверное. Сицилия, Сардиния, Няполя. И... Южных Нидерландов. А что насчет... Нас? Нам хоть кто-то что-то... Даст? У меня такое ощущение, что нет. Но победа есть. Отлично. Стабильность получили. Давайте войска обратно... В... Пруссию, собственно говоря. Ну... В Родинбург, собственно говоря. Не совсем Пруссия здесь. Ну... А что насчет там... Нашего участия? Мы очень неплохо поучаствовали, по-моему. Если говоря, мы все еще находимся в Альянсе. Хотя... Я ничего общего с англичанами сейчас точно не имею. В России еще Крым восстал. Видимо, тоже что-то ивентовое, ассетное. Кнопки... Я не вижу, чтобы они особо нажимали. Австрии отдали... Я вижу, что Италию. Нам же пока что ничего не отдают. Сейчас нажмем вот здесь кнопки, пожалуй. Я бы, да, поставил одну фабрику. И плюс менпавера добавил себе. У нас очень много менпавера, это отлично. Можно просто по 5000 добавлять вот этой кнопкой. Можем поднять, кстати, ранг. Но ранг у нас поднимется еще вот отсюда. Вот мы нажмем потом. Не думаю, что есть смысл поднимать это вручную. Здесь у нас тоже все... Все как обычно. А все, смотрите, мы уже не в Альянсе находимся. И... Ну да, мы ничего не получили, по-моему. Да, все... Все порешали. Все ивенты, видимо, подожимали. А мы получили ничего за это. Ну, ничего, мы еще получим свое. Вы только подождите, англичане. Наша армия показала, что она лучшая. И если вы еще пытаетесь себе присвоить какие-то заслуги, то после того, как мы пройдемся маршем по всей Германии, вы увидите то, что с этим спорить будет нельзя. Австрия еще и Венеция билет. Смотрите-ка, они вошли в... Один альянс все вместе. Франция, Англия, Австрия. Что они задумали? Есть еще потом семилетняя война, насколько я знаю. Насколько мы близки к ней. Так, я прочитал, что... Да, семилетней этой войны еще очень-очень далеко. А здесь, в принципе, как по истории происходило, так все и произошло. Ничего вообще нового. И Пруссия, по-моему, вообще в ней не участвовала. Так что... Типа логично, что мы ничего не получили. Но хотелось бы, чтобы раз есть вариант Пруссии в эту войну зайти, то чтобы она и получала что-то из этой войны, верно? Потом мы просто поучаствовали. И на этом все. Ну, как бы, хочется чего-то еще. Но ничего, ничего. Мы свое сейчас заберем. Мы уже идем в Великую Пруссию. И будем получать клаймы на соседние страны. И потихонечку, потихонечку восстанавливать нашу Великую Пруссию. И у нас, если говоря, еще война с Австрией, в теории, предстоит в будущем. Мы только не верим, как это будет выглядеть. Вот Пруссия объявляет себя королевством. Теперь мы... Королевство. Это выглядит достаточно простым, но нет. На самом деле, королем себя вроде как называл только австрийский король, да? Как бы, Гасбург. Потому что у нас же королевство священной Римской империи. А теперь в нем еще одно королевство. Ну да. И вот видите, мы исследовали себе хавидзеры какие-то, да? Типа новую артиллерию. А ее никуда не поставить? Есть у нас... Это вот типа реактивная артиллерия, но это... Мортиры. И это окей. А вот это никуда не поставить внезапно? Ну, я не вижу, по крайней мере. Это очевидно, это другое. Это все обычная пехота. Если мы заходим сюда, здесь тоже этого нету всего. И здесь вообще почему-то не удалена противовоздушная вот эти, противовоздушные танки. Так что мы только мортиры сейчас себе поставим. Ну, ладно. Да, я хочу добавить себе топ мортиры, потому что мы получим себе очень много статов за счет этого. У нас все-таки вторая доктрина, и она дает очень много атаки. Давайте возьмем еще один себе бафчик. Вот, атаки реально очень много мы за счет этого получим. Так что надо их начать производить. И обязательно добавить наши дивизии. Так, тут у нас униасенс с бахом. Ну, давайте. С бахом это... Хм... Хороший вопрос, где же это? Теория где-то должна быть здесь. Но давайте воспользуемся читом. Он с бахом там. Ну да, я так и знал, что он здесь, очевидно. У нас, кстати говоря, одна дивизия застряла не в наших территориях. Точно далеко. Вот это уже неприятно. И вот так вот выглядит наша финальная дивизия. Добавим сюда мортиры, добавим сюда, как я и говорил, радио. Ну, здесь это чем-то другим будет обославливаться, да? Какие-то там, не знаю, посыльные, еще что-то. В любом случае, это нам очень необходимо, потому что нам нужна инициатива. Нам здесь очень не хватает как раз-таки вот этого радио, которое у нас в техе обычно было. Так, и ансбах принимает, он становится нашей марионеткой. Вот, отлично. У него еще какие-то фокусы. А, ну это, видимо, классические фокусы у всех. Да. Окей. Если говоря, это означает, что все сейчас миноры накачивали себя промышленностью, которую мы захватим. Звучит привлекательно, по-моему. А, ну и, кстати говоря, мы уже перенесли нашу столицу в Берлин, наконец-таки. Продолжаем мы, между делом, тут строить военные заводы. Последие Ганновера. Так понимаю, это вот это вот, да. Как раз-таки вот это потом и послужит одной из причин. Начало той самой семилетней войны, которую я прочитал. Пока искал эту информацию. Там была война, как бы, между Англией и Пруссией против Франции, Австрии и Россией. И победили они в основном только потому, что эти силы не координировали свои действия. Чем-то как обычно. И мы идем к каким-то решениям экспансии. Я так понимаю, мы будем сражаться на границах, чтобы захватывать территорию, либо просто объявлять войны. Но скоро узнаем. Вот, кстати говоря, появились у нас, кажется, были на Меккленбург и на Ангальд. Но вот такой мем. Тут-то Венгрия, точнее Венгрия говорю, Австрия гарантирует всех, да? Здесь вообще 13 колоний. А, ну это отношения, ладно. Но здесь гаранты от Австрии, и они же не дадут нам захватить их. 100%. И ладно, если бы это была одна Австрия, мы бы ее закатали. Русская армия уже невероятно сильна. А наших заводов уже хватает, чтобы ее содержать. Но тут же еще и Франция, и Англия, и Шотландия, и куча миноров, и еще колонии. В общем-то, все это мы в теории все еще можем победить. Но не хотелось бы воевать с этим уже вот так вот. Как-то хотелось бы границы все-таки почистить. И так, как я и говорил, здесь и правда, видите, граничные конфликты. Давайте посмотрим с кем-то. Ленинбург, Брауншвейк и Нидерлаудец. Не знаю, как это. Ну вот, Ленинбург давайте выставлять потихоньку наши дивизии. И начнем мы все-таки с кавалерийских. Давайте берем этот приказ гарнизонов. И будем заниматься сейчас. Давайте здесь тоже уберем этого генерала, чтобы у него был шанс в конфликт войти. И будем сейчас их начинать. Параллельно давайте верфи все-таки поставим, да? Потому что я понял, что у нас конвоев не очень. И вообще стоило бы начинать какой-то строить флот, потому что я бы хотел дойти до войн и на море. Потому что мне нужно будет, возможно, воевать с Англией. В будущем, хотя у них там флот. Господи, помилуй, такой перестроить. И, возможно, в Балтийском море тоже придется. Посмотрим. Готовы, мы начнем наши конфликты. Будем начинать их по очереди. Но это, ребята, все в следующей серии. А это подошло к концу. Так что с вами был Дабгэ. Подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий. Все как обычно. До скорых встреч. Пока.